Готов умереть прямо у здания прокуратуры в Уфе пенсионер объявил голодовку после 60 лет борьбы за свое честное имя, 2 ноября 2019 года, 17-16. Анатолий Караваев. В Уфе у здания республиканской прокуратуры уже неделю проводят одиночный пикет, объявив голодовку, 82-летний Фатхула Исхэков. Мужчина больше 60 лет добивается реабилитации в связи с преступлением, которого, по его словам, не совершал. В 1959 году он был приговорен к 15-му годам лишения свободы за покушение на убийство. Спустя десятилетия он добился возобновления производства по его уголовному делу. Поворотным моментом стало признание в совершении этого преступления человека, который в 1959 году выступал в качестве свидетеля. Другие свидетели подтвердили, что тогда оговорили Исхакова. Но добиться отмены приговора 60-летней давности Фатхуле до сих пор не удается, так как против этого выступает прокуратура, считающая доказательства его невиновности недостаточными. Пенсионер подчеркивает, что будет добиваться восстановления своего доброго имени, пока не умрет. Роковые капли крови. Преступление, за которое был осужден тогда еще 22-летний Фатхула Исхаков, произошло в селе Большие Каркалы Башкерская АССР в ночь с 22 на 23 мая 1959 года. Эта дата обозначена в судебных документах, хотя сам Исхаков в одном из интервью заявил, что дело было в июле. По его версии, не раз озвучено многим СМИ, в соседнем с ним доме жила девушка Мария Мрахматуллиена, которая пользовалась популярностью у местных кавалеров. Сам Исхаков к тому времени уже был женат и воспитывал ребенка. Больше всех симпатию к Мариям проявлял 18-летний Найль Саид Баталов, однако та в итоге ответила взаимностью другому. Как рассказал Исхаков, в ту ночь Саид Баталов, впоследствии признавшийся в совершении преступления, выпил для храбрости, ворвался в дом Мариям и напал на нее. На шум пришли проснувшиеся мать и подруга девушки, после чего молодой человек нанес удары им, утверждает Фатхула. При этом суд считал, что нападавший был вооружен топором, однако сам Найль в своих признательных показаниях подчеркнул, что орудовал лезвием, хотел изуродовать лицо Мариям, чтобы та не досталась никому. По словам Исхакова, после нападения окровавленная Мариям вбежала за помощью к нему в дом, и в этот момент несколько капель ее крови упали на его пиджак, висевший неподалеку от двери в дом. Они стали для молодого человека роковыми. Подозрения быстро пали на Фатхулу. Неожиданно нашлись свидетели, которые видели, как незадолго до нападения якобы нетрезвый молодой отец семейства лезет в дом соседей. Среди этих очевидцев был и сам Саид Баталов. Исхаков утверждает, что после задержания оперативники его избивали и оказывали сильное психологическое давление, угрожая привлечь к ответственности и жену, но он так и не признал свои вины. При этом пострадавшие женщины в темноте не запомнили внешность нападавшего, но даже без их обвинительных показаний суд посчитал, что улик против Исхакова достаточно, и он был осужден на 15 лет лишения свободы. На сам обвинительный приговор и на внушительный срок, учитывая, что при нападении на женщин никто не погиб, скорее всего, напрямую повлияла первая судимость Фатхула Исхакова. Осенью 1956 года он получил 6 лет за кражу, но смог досрочно освободиться уже летом 1958. Причем в обвинительном приговоре по факту покушения на убийство суд указал, что Фатхула совершил его из мести за свою прежнюю судимость. Родственник Рахматулиных тогда дал против него показания. В итоге с 15 лет Исхаков отсидел 13 и после освобождения был вынужден начинать строить жизнь заново. Его жена, пока он отбывал наказание, умерла. Мужчина создал новую семью, добился успехов на профессиональном поприще, но все эти годы его терзала мысль о незаконном осуждении, и он добивался реабилитации. Виновником своих бед Исхаков считает одного из милиционеров, который, по словам Фатхуллы, затаил обиду за то, что тот женился не на его сестре, а на другой девушке. Именно он, как убежденный Исхаков, оказал давление на свидетелей, которые позднее признались в даче ложных показаний, и сфальсифицировал доказательства. Кардинальный поворот в истории Исхакова произошел в 2013 году, когда он неожиданно получил письмо от Саид Баталова, который сразу после инцидента переехал в Мордовию, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Мужчину замучила совесть, и он признался Исхакову, а затем и башкерским следователем в совершении нападения, тем более что никакое наказание по причине истечения срока давности преступления ему не грозило. Спустя несколько месяцев после встречи с Исхаковым, который нашел в себе силы простить человека, сломавшего ему жизнь, Саид Баталов умер. Следственный комитет СК России по итогам нового расследования пришел к выводу, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств. Несмотря на это, добиться пересмотра приговора и реабилитации пенсионер не может до сих пор. Прокуратура неоднократно отправляла на доработку постановление СК по делу Исхакова. Так продолжалось несколько лет, однако в 2015 году процесс почти дошел до суда. Прокурор Башкирий Андрей Назаров подписал заключение о необходимости отмены приговора и пересмотра уголовного дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств и направил его в Верховный суд Республики. Однако в последний момент прокуратура отозвала документ, а затем вновь закрыла производство. Половинчатое решение. Летом 2019 года постановление прокуратуры Миякинского района Башкирии о прекращении расследования дела Исхакова защита пенсионера обжаловало в Президиуме Верховного суда, ВС, Республики. В суде зампрокурора Башкирии Руслан Зубаиров усомнился в достоверности новых показаний и свидетелей, которые, на его взгляд, отчасти противоречат друг другу, а также заявил, что явку с повинной Саид Баталов написал после общения с Исхаковым. Зубаиров заявил, что пенсионер был осужден законно, а сейчас пытается ввести в заблуждение правоохранительные и надзорные органы, а также суд. В итоге Президиум Башкирского ВС принял половинчатое решение, которое Исхакова категорически не устроила. Постановление прокуратуры о прекращении производства все же было отменено, но роковой приговор от 1959 года оставлен в силе. Всю последнюю неделю 82-летний мужчина провел у здания Республиканской прокуратуры в одиночном пикете. Облепив свою машину плакатами, он объявил голодовку, которую продолжает и сейчас. Среди требований Фатхула, в том числе и выдача ему копии нового постановления прокуратуры о прекращении производства по уголовному делу, возобновленному ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Оно было принято уже после решения Президиума ВС Башкирии, и пенсионер никак не мог получить на руки его дубликат, чтобы вновь начать процедуру обжалования. Документ несколько дней назад ему все же выдали, но акцию протеста Исхаков не прекратил. Он готов умереть прямо у прокуратуры. Адвокат Фатхула Исхакова Александр Войцех в беседе С.А.Т. не скрывал своего недовольства позицией надзорного ведомства. В августе мы обжаловали в Президиуме ВС Башкирии последнее постановление прокуратуры о прекращении производства по уголовному делу в отношении Исхакова. Отмена самого постановления по факту нас никак не приближает к цели. Тем более, что очень скоро они вынесли новое постановление о прекращении производства по уголовному делу, почти слово в слово повторяющее то, которое мы отменили в суде. Адвокат пояснил, что отменить прокурорское заключение четырехлетней давности сама региональная прокуратура просто не может. По закону отменить его может только генпрокурор или его зам. Что остается с ним делать? Направят еще раз в суд, но они этого не делают, пояснил Войцах. Он считает, что надзорное ведомство своими действиями просто не оставило пожилому человеку другого выхода, кроме как выходить на акцию протеста и голодать. Он говорит, что реально готов умереть прямо у здания прокуратуры, и это не позерство какое-то для журналистов, он буквально умрет. Его, кроме оправдания, вообще ничто не волнует, он этому всю жизнь посвятил, добавил адвокат Исхакова. К органам следствия при этом у защитника претензий нет, так как они нормально разобрались. Войцах добавляет, что, если у прокуратуры есть сомнения в виновности Найля Саид Баталова, то они не должны затрагивать судьбу самого Исхакова. Все придирки касаются недоказанности вины другого лица, якобы что-то не подтверждено, не установлено. Но они никак не касаются невиновности самого Исхакова. То, что недостаточно оснований для признания виновным Саид Баталова, не должно влиять на отмену приговора моему подзащитному. Они просто подменяют понятия, полагает адвокат. Юридического выхода из ситуации он не видит. Что нужно делать в правовом поле, мы делаем. Но складывается ощущение, что они просто ждут, что он умрет, и проблема решится сама собой. Без него бегать и доказывать что-то никто не будет. А главное, по закону, если восстановление честного имени незаконно осужденного возможно и после его смерти, то возмещение морального вреда предусмотрено только живым. Значит, в случае смерти Исхакова можно будет не платить ему компенсацию, чего они, видимо, очень боятся, ведь это десятки миллионов рублей. Но на самом деле ему эти деньги вообще не нужны. Он это неоднократно заявлял, добавляет войцах. Он допускает, что поведение надзорного ведомства обусловлено и беспрецедентностью самих обстоятельств дела. Отмены приговора 60-летней давности в судебной практике не было никогда ни в России, ни в СССР. Думаю, это накладывает отпечаток на их позицию, подытожил адвокат. Позиция прокуратуры. Ситуацию вокруг Фадхула Исхакова по просьбе А.Т. прокомментировали в прокуратуре Башкирии. Дело Исхакова действительно очень давнее. Оно периодически попадает в поле зрения СМИ, потом о нем забывают. Его уголовное дело смотрели, наверное, все прокуроры, которые были в республике. Оно очень тщательно и всесторонне изучалось. С самим пенсионером также неоднократно встречались, но оснований для его оправдания у нас просто нет, сообщила официальный представитель ведомства Гузель Масагутова. По ее словам, нельзя полностью доверять показаниям свидетелей, которые спустя десятилетия после преступления заявили об оговоре Исхакова, тем более что они решили дать новые показания после уговоров самого пенсионера. Свидетель заявил, что в 1959 году в суде что-то перепутал и оговорил человека. Естественно, его показания надо проверять, начинают опрашивать заново. А он говорит, я не помню, что пять минут назад было, что вы меня спрашиваете. То, что якобы была какая-то ошибка в экспертизе и преступник орудовал не топором, а лезвием, тоже сомнительно, добавила Масагутова. Комментируя ситуацию с отозванным из суда заключением прокурора Башкирии от 23 июля 2015 года, Масагутова пояснила, что изначально документ был подготовлен следственным подразделением ведомства. Но оно не согласовало свою позицию с управлением, которое надзирает за законностью судебных постановлений, которое ранее уже досконально разбирало дело Исхакова, добавила представитель прокуратуры. И получилась такая ситуация, что Назаров подписал документ о необходимости возобновления следствия по вновь открывшимся обстоятельствам. Но когда уголовно-судебное управление выступило с позиции, что такое решение некорректно, оно совершенно не стыкается с материалами уголовного дела, заключение было отозвано, рассказала Масагутова. По ее словам, чтобы позиция ведомства поменялась, должны открыться новые, очень веские обстоятельства, которые однозначно свидетельствовали бы о невиновности Исхакова. На данный момент этого нет, подытожила Масагутова. Продолжение следует...